Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Предыдущие три программы мы посвятили проблемам алкоголизма, но ведь и наркомании, и игромании также являются заболеванием. Эту программу мы посвятим игромании. И у нас в гостях психолог, который работает с зависимостями, Алита Вагеля. Здравствуйте, благодарю вас, что вы пришли. Здравствуйте. Меня зовут Анна Смирнова, и мы начинаем программу «Выбор». Игромания находится наравне с алкогольной и наркотической зависимостью. Что касается алкоголизма и наркомании, то есть определенное вещество, которое человек вводит, скажем так, в себя. Но почему игромания – это заболевание, если человек ничего в себя не вводит, не вводит в свой организм, ничего? Потому что игромания вызывает похожую тягу к этому процессу. Это зависимость от процесса. Есть зависимость от веществ, и там ходит и курение, и никотин. Но есть и зависимость от процесса, где можно определить, что это может быть азартные игры, это может быть тотализаторы, это может быть игра в карты, это может быть зависимость от компьютера, вернее, от процесса, в который человек вовлекается, будучи у какого-то аппарата или в каком-то процессе. Игроманию можно назвать психическим расстройством? Конечно. Это заболевание, которое есть признаки, по которым врач-нарколог определяет, что это зависимость и что надо лечение. И так как это какие-то основы этого заболевания в человеке биологически, психологически и социально, тогда лечение может быть и лекарствами, если нужно, и это определяет врач. Медикаментозно. Это может быть психологическая, психотерапевтическая помощь, это может быть какая-то социальная поддержка, которая в Латвии тоже есть, например, группы анонимных игроков, где человек идёт и получает поддержку. Да, по 12-шаговой программе. Да. Об этом мы тоже поговорим. Что касается, опять же, общества анонимных алкоголиков, я уже говорила о том, что предыдущие программы были посвящены этой теме, у нас в студии были участники анонимных алкоголиков, они говорили о том, что начинали пить, потому что пытались заполнить пустоту в своей душе, это духовная пустота, моральная пустота, кому как больше нравится. Но в том числе также существуют определённые генетические предрасположенности, о чём тоже мы говорили, в том числе и с нашими специалистами в программе. Вот что касается игромании, та же история, то есть есть, почему люди начинают употреблять азартными, злоупотреблять азартными играми? Ну, злоупотребление, это уже можно сказать, что рубеж между здоровьем и между заболеванием, потому что нельзя так категорически сказать, что каждый человек, который играет в аппараты или заходит иногда в тотализатор, он уже злокачественный игрок, например, или что это у него сразу зависимость. Но в принципе начинает играть то, что исследование показывает, что заболевание в зависимости от азартных игр или игромании, или процессная зависимость больше, ну, как бы человек подан, если у него в семье было больше, в первую очередь, материальное обеспечение, то есть родители больше думали о том, что ребенку купить, какие вещи он должен носить, в какую школу он должен ходить, но не настолько вовлечены в его эмоциональную жизнь. Конечно, есть и биологические основы, где есть ослабленный контроль импульсов, который происходит в мозгу, и который иногда можно видеть уже в школьном возрасте. И когда человек подрастает, и если у него есть предрасположенность и биологическая, и психологическая, если он заходит в зал, где можно играть или садиться за компьютер, тогда он получает настолько огромное хорошее чувство, что он хочет это повторить, и тогда он в этот процесс вовлекается, и тогда он начинает больше и больше чувствовать тягу. Тягу, этому адреналину, этим эмоциям, сильным. Да, разным эмоциям и противоречивым эмоциям, но эмоциям вообще. Но эмоции ведь есть и от проигрыша, в том числе, там только победы. Конечно, конечно, и это, конечно, в процессе лечения тогда рассматривается, почему человек так знает, что он будет чувствовать вину, будет чувствовать стыд, что он будет делать разные схемы, как вот это скрыть от семьи, и почему он это делает, потому что эта тяга уже сильнее его. Ну вот как раз выходит, что у кого-то из нас есть большая потребность, может быть, в организме к этому адреналину, кого-то меньше, опять же, да? Да, и у каждого из нас разная способность контролировать импульсы. Кто-то, например, злость тоже контролирует лучше, кто-то хуже, кто-то может плакать при других, кто-то это не может. То есть мы настолько уникальны, что такого одного ответа или одного профиля, что уже можно там в школе сказать, что уже вот там будет… Это очень многое в жизни зависит от того, какие обстоятельства тоже человек попадает, какие сверстники, какие отношения с учителями, какая среда в детском саду, что в семье происходит, как родители проходят кризисы жизни. То есть там очень разные и позитивные, и негативные, может быть, какие-то факторы, которые или в одну сторону, или в другую нас всех, в принципе, носят. Есть люди, которые обладают определенным иммунитетом к игровой зависимости? Вряд ли. Я думаю, что, конечно, здоровая и сильная личность, у кого мало кризисов в жизни, родители, которые эмоционально тёплые, которые сами показывают пример, как здорово жить и как реагировать на разные ситуации, это человек меньше. Но то, что можно сказать, что вот есть гарантии, что никто, вот этот человек не заболевает, я бы не сказала так. Я напомню, что вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели, по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Но игромания – это прогрессирующая болезнь? Да, как все зависимости, игромания прогрессирует. Сначала человек живёт в том фазе заболевания, когда он больше… Типично, как это начинается, у человека есть свободное время, он отвёл своего сына или дочку на занятия, и ему нечего делать, и он заходит в зал попить кофе и видит, что там кто-то играет. Безобидное – это посидеть, потому что рядом. И если он в жизни, в этот момент не очень доволен вообще жизнью, и он не читает в это время книгу или не идёт в сам спортзал, что может быть с другой стороны рядом, тогда он может попробовать, например, играть, ему это может понравиться, и он потом хочет это повторить. И тогда он в этот процесс как раз и входит. У нас есть звонок, вот только что был, 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните и задавайте вопросы. Но в какой момент, вот вы сейчас сказали о том, что человек просто вот заходит так безобидно, да, может там оказаться в зале, где есть автоматы. И обычно там есть выигрыш первый. Это как крючок. Везёт. Везёт, да. В какой момент стоит действительно бить тревогу, да, и обращаться уже к специалисту? Вот если, например, мы сейчас говорим не о каких-то таких запущенных стадиях, да, а как вот распознать эту зависимость на ранних этапах? Ну, надо сказать, что вообще-то в последнее время то, что очень хорошо, что люди помоложе, и которые уже много читали о зависимости, больше сами приходят и ищут помощь. То, что раньше так не было, раньше было родственники, больше чувствовали, что что-то не так. Но у заболевания зависимость есть такой период, когда есть отрицание, это защитный механизм, когда человек не хочет видеть то, что происходит. И поэтому очень редко приходят люди, которые в этой начальной стадии, потому что там есть выигрыши, там в принципе они видят, что может быть даже иногда этот выигрыш большой, и нет последствий. И в принципе приходит реально тогда, когда уже есть последствия, и когда есть долги, когда есть в семье какие-то ссоры, когда отношения портятся. И я, наверное, не видела никого, который очень так рано сам увидел, что эта проблема большая. То есть должны быть всё-таки какие-то последствия, которые или родственники говорят что-то не так, или сам человек уже видит какие-то последствия. И обычно, кстати, родственник это видит первый, потому что, как я обычно говорю, в зависимости этой зависимости нет запаха, нельзя ни по глазам. По внешнему виду по какому-то определись. Да, и, например, жена чаще думает, что это любовница, чем что это азартные игры, потому что человек приходит домой ночью, ему мало денег, он не отвечает на телефонные звонки, когда семья звонит, он какой-то рассеянный, потому что в голове обычно какие-то схемы, где ещё достать деньги, что делать, как врать, как там сказать что, и человек сам путается. И поэтому, если близкие люди видят какие-то признаки, которые могут быть связаны с зависимостью, а может это депрессия или это тревога у человека, то есть разное, то, что они должны делать, они должны сказать человеку, послушай, с тобой что-то не так. И то, что игроки обычно говорят, что этот вопрос, им как камень падает с души, и что они могут иногда на этот точный вопрос сказать, знаешь, я играю, всё плохо. Признаться. Да, и тогда им становится легче, и тогда они ищут эту помощь. У нас есть звонок на радиослушательной линии, надевайте, пожалуйста, наушники. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас, вы в эфире. Вот, вот я игрок как бы сам, да, бывший. Могу сказать, что это, в принципе, любого человека можно сделать игроком. Ну, очень легко, действительно, вы правы. Но проблема в том, что из каждого, вот даже сейчас мои дети, к сожалению, вот вечером в 8 утра видят рекламу, там, онлайн, игр. Да, вот что с этим делать? Почему это происходит? Хотим с детства сделать детей зависимыми от игры. Почему государство с этим не борется? А лечить, я думаю, невозможно никого вылечить. Вот. Да, спасибо вам. Ну, вот такой комментарий от нашего радиослушателя, который признался в том, что сам в прошлом игрок, и вот сейчас дети видят эту рекламу. Я согласна, то, что и говорят игроки, которые в процессе бездравления, и что очень часто открывают компьютер, там, это реклама, как бы, казино, или как спорт, бинго, или чего-то. Да, да, да. Но можно сказать и так, что человек, у кого нет проблем с этим, он это не так видит. И если ребёнок уже начинает об этом говорить, это важно, как родители объясняют, что это. Потому что, когда я иду по улице, я не настолько много, ну, может, я иногда вижу, какую дорогу должны проделить люди, люди, которые идут ко мне, потому что там очень много залов игровых, да. Но человек, который целенаправленно куда-то идёт, он даже не замечает. Если он хочет пить кофе, он замечает, где кафе. Если он хочет купить платье или пиджак, он замечает, где эти магазины. И, наверное, то, что если ребёнок это видит, он задаёт вопрос, это важно, как родители отвечают, что это. Потому что от рекламы ребёнок получает известие, что это хорошие деньги. Ты можешь выиграть. Лёгкие деньги. Там не пишет, ты можешь потерять деньги. И я согласна, что… Я не согласна, наверное, что ничего не делается, потому что я думаю, что… Сейчас, кстати, очень хорошая вещь, что бюро, который ответственный за азартные игры и спорт лото, и вообще все розыгрыши. Там будет ставка психолога, где можно получить бесплатную помощь. Это государство делает. Есть разные компании, где в школах говорят, и где говорят в прессе там. Но, конечно, самое лучшее образование – это пример человека, это рассказ родителя, пример и разговор с ребёнком. Как правильно родителю это преподнести ребёнку, если он спрашивает, что это? Не пугая, конечно, не надо пугать. Дети обычно очень чётко задают вопросы, на которые нужны простые, понятные ответы. Что это реклама какого-то процесса, где играет, где можно и потерять деньги, и где можно выиграть. От этого может быть зависимость. И зависимость от возраста. Трёхлетний ребёнок не понимает, что это такая зависимость. А может быть, подросток уже начинает понять. Ему можно сказать пример. Когда ты начинаешь сладости, например, кушать, и когда ты голоден, тебе очень хочется что-то. И это похоже как человеку, который стал играть, хочется играть. И тогда есть стадии, когда уже невозможно. Так же с курением. В принципе, нет такого разговора, где отдельно мы разговариваем с ребёнком про задные игры, отдельно про курение, отдельно про алкоголь. Это такое, ну, больше как делается отношение с ребёнком. Насколько доверчивый, насколько он может задать вопросы. Да, у нас сейчас небольшой перерыв, потом мы вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем. Программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о зависимостях. Сегодня говорим об игромании. И у нас в гостях психолог, который работает с зависимостями, Али Тывагеля. Здравствуйте ещё раз. Здравствуйте. Телефон у прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. И сразу у нас есть звонок, давайте его примем. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вот мы всё говорим о зависимости в игральных залах. А когда мы начнём беспокоиться о том, о зависимости от телефона? Это, знаете, это что-то ненормальное, что особенность с детьми, школьниками, подростками, да даже и взрослые. Ну, в общественном транспорте это видно лучше всего. Они просто бегом бегут, чтобы занять место, и не настолько, чтобы сидеть, а чтобы сразу уже в этом телефоне сидеть. И вот они не видят ничего, не слышат, что там рядом стоит женщина с ребёнком на руках, что там, может, инвалид стоит. Ну, потому что они настолько там туда погружены, и это всюду. Они в парках, вот как летом, сидят компанией, но всё равно они сидят, каждый в своём телефоне. Да, у вас будет какой-то вопрос? Да, ну, знаете, вот это, как, как? Что, простите? Да, у вас будет какой-то вопрос к нашей гости? Ну, наша диаслушательница замолчила. Ну, я так поняла. Это вопрос, как с этим бороться, и что делать, и что слушатель волнует то, что она видит. в зависимости от азартных игр, ну, в том числе, конечно, термин игромания, он на этом не заканчивается, наверное, да? Много зависимых связано, в частности, с играми компьютерными, да, сейчас? Компьютерами и телефон тоже, потому что это сейчас маленький компьютер, как мы знаем. Ну, да. И это такая же зависимость от процесса, и, конечно, ребёнок, в зависимости от возраста, чем больше у него разных цветных каких-то происшествий перед глазами, тем больше он вовлекается. Но, по правде говоря, наверное, не все, и не всегда, и не везде сидят. Мы видим тех, которые это делают, но, может быть... И делаем, обобщаем, тем самым делаем вывод о всех вопросах. Да, и всё-таки это тоже такой вопрос, что если отнять этот телефон, что родители дают ребёнку... Взамен. Взамен. Альтернативу какую-то. Да, то есть они думают, куда его, в какой кружок, в какое занятие, как он проводит время, потому что, если что-то просто бороться и отнять, и не давать что-то вместе, реакция... Ну, реакция и плохая будет, там ничего не будет. И так там надо искать уже, ну, какое-то занятие, которое ребёнку конкурирует в его эмоциях с этим процессом у телефона. У нас ещё есть звонок, слушаем вас. Добрый день. Да, слушаем вас. Да, Константин. Такой вопрос альтернативы. Я тот человек, который открыл в северном колёте в 90-х годах первый игральный зал компьютерный. Ну, не казино, а именно компьютеры с выходом в интернет. Открыл на стыке трёх школ. Специально было выбрано место, как бы, в очередине, в радиусе, там, 150-200 метров трёх школы в центре. Вот. И до того, как появился зал, мне потом хозяин дома говорил, у него центровый квартал, собственно, мусорники вокруг его дома, там был магазин ещё алкогольный, а и мусорники этого магазина, они когда выгружали, были забиты шприцами одноразовыми. и когда я открыл этот зал, он проработал почти 10 лет, не раз ко мне приходили родители этих детей, которые у меня сидели за компьютерами, я курсы там вёл, компьютерной грамотности и так далее, со слезами на глазах благодарили меня за то, что их дети переключились со шприцов на компьютерные игры и на компьютеры в принципе. Хотя и то, и то зависимость. И вопрос следующий. Является ли злом компьютерная зависимость, в частности, которая оттаскивает от наркотической зависимости или игровая зависимость, которая оттаскивает от другой, более глубокой и более вредной зависимости? Да, спасибо вам. Что можно сказать? Спасибо вам. Да, ну вот такой вопрос. Ну, нет исследований, которые показывают, что появление или занятий компьютером действительно отталкивает или вытаскивает. То есть я слышала, что человек, который открыл этот зал, он не просто там садил детей за компьютер, но он занимался, там были занятия. И в том смысле, конечно, это целенаправленное использование компьютера, где человек что-то учится и даже простые игры может чему-то научить, но если это контролированное время, если это не занимает другое время. Но мы не говорим о том, что компьютер или шприц это виновник какого-то процесса, что происходит. Это есть одно только из... Например, если много магазинов или много игровых залах, тогда люди, которые подвлечены, то есть этому риску больше подвержены, тогда это да, это может повлиять, но в принципе это зависимость, это в зависимой личности. И мы говорим о том, что это в ребенке, который не получил что-то и который, когда подрастает, он между тем, что он может выбрать спортивный зал или алкоголь, или азартные игры, или что-то, он будет выбрать самый легкий путь не потому, что компьютер плохой, потому что в его личности нет способности выбрать здоровые способы как-то контролировать свои эмоции, делать что-то с кризисами, которые у всех людей. И я никогда не говорю, что там зло именно вот в этом аппарате или в чем-то. Там есть очень много обстоятельств, которые... Потому что каждый рассказывает, что рассказывает человек, который болен в зависимости, он уникальный. И там можно проследить, как это получилось, но вот что именно это какой-то аппарат, который там зло, это не так. Это не так. Но нету таких доказательств, что именно одно можно... Но это тот же вопрос, который в обществе сейчас очень много, что тогда что лучше, там курить марихуану или пить алкоголь? Но там нету такого хорошего ответа на это. Можно ли одно заменить другим? Ну да. Ну, как правило, специалисты определяют проблемных игроков. Это, как у алкоголиков, такой бытовой пьяница еще говорят, может быть, в народе. И патологических уже игроков. Это вот такой тяжелый уровень зависимости. Вот можно ли обозначить эти две стадии, на ваш взгляд? И, ну да. И существует ли, опять же, если мы говорим уже о запущенных стадиях, игровые запои? И как это выглядит? Ну, это выглядит очень похоже на то, что когда это начальная стадия, тогда есть это больше выигрыша, и человек не чувствует эти последствия, и он может играть, может не играть, но он играет больше, чем люди, которые не ввязаны в этот процесс. Когда уже он играет очень много, и он берет кредиты, он, может быть, выносит вещи из дома, он скрывает все это, он не разговаривает о том, что происходит. Он может быть, деньги, которые в работе ему дали на какую-то покупку, он может там где-то проиграть и там думать, как это, и потом взять опять кредит. А когда уже, вот как вы сказали, эти запои, или когда такая игра уже есть, когда люди не выходят из игрового зала по 2-3 сутки, они забывают кушать, они забывают, что не хочут пить, они не отвечают на телефонные звонки, и они находятся как бы не в этом мире, то есть, как сам человек обозначает это, что он потерял чувство времени, он потерял чувство, какой день, там, сутки, ну, то есть, день или ночь на улице, где он должен быть, это как не в этом мире. И это, если смотреть по заболеванию, это уже полная потеря контроля. Патологическая страсть к азартным играм, как часто она бывает сопряжена, опять же, с другими, то есть, с алкогольной зависимостью, с наркотической может быть, или же она вполне может отдельно тоже существовать. Довольно часто, потому что редко кто, кто приходит с азартной зависимостью, не говорит о том, что он и пил, и пил достаточно неконтролировано, тем более, даже если человек, почему я говорила, что это в личности, есть люди, которые выздоравливают от азартной зависимости и не играет, и живёт хорошо, но они начинают пить или употребить наркотики, то есть, его тяга к тому, что он хочет как-то убежать от реальности, может менять способ или объект зависимости, и это очень большой риск, поэтому мы говорим о болезни, которая называется зависимость, и только есть объект, на который эта зависимость больше отражается. Есть ли определённый возраст, когда человек становится наиболее уязвимым в зависимости по отношению к ним? Ну, сейчас... Потому что играют ведь как молодёжь, так и пенсионеры. Да, да, и, кстати, за границей это больше пенсионеры и домохозяйки. Ну, может быть, раньше, когда закон не был так строго определён, это было больше 17-18-19-20 лет, когда человек в перерыве или где-то он зашёл, хотелось денег, он ещё не работает, он учится. Сейчас, наверное... Как заработок принимать. Ну, заработок и времяпроводжения. Сейчас больше это люди, которым 35-40, и если раньше смотреть, это были всё-таки, наверное, под 40-45. Сейчас люди, которые ищут помощь, становятся моложе. Я, наверное, не смотрела в залах азартных игр, что там происходит, но я знаю, что, в принципе, очень много женщин играет, но они очень стыдятся этого, и они редко ищут помощь. Они играют настолько же часто, но они реже ищут помощь, именно потому что им стыдно. Но возраст становится моложе, наверное, который ищет помощь, но не знаю. Это, наверное, надо какое-то исследование делать, что именно происходит в этих залах. Но по-разному проявляется зависимость у мужчин и женщин. Вы сказали, что женщины, они реже обращаются за помощью, например. Ну, зависимость, я думаю, что она как... Ну, ангина тоже похожа мужчинам и женщинам, да. Это больше зависит от типа личности человека, какие качества, черты характера, какая жизнь. Но стыд и вина больше у женщин, потому что очень многие женщины, которые искали помощь, они сказали, что им очень стыдно и войти в зал, и выйти. Потому что на зависимых людей, зависимости от пола, всё-таки общество смотрит по-разному, к сожалению. Ну, а последствия от азартных игр, потому что если мы опять же говорим об алкоголе, скажем, проводя параллель, то это алкоголик, это у нас ассоциация, там, красный нос, условно, дрожащие руки, какой-то тремор, да, наркоман, тоже, возможно, там, пребывание на грани психоза, и это видно, да, это видно визуально. Какие негативные последствия от игромани, я имею в виду внешне, да, и как можно их распознать? Дрожащие руки, взгляд очень тревожный, такие странные, какие-то рассказы о том, что у него происходит, несчастья какие в жизни всё время. Если смотреть по здоровью, тогда, например, у азартных игроков часто болит рука или спина, потому что они долго стоят в азартном, всё равно в казино или у аппарата, или сидят у компьютера, есть головные боли, нарушения сна, и, конечно, я так думаю, что настолько же часто или даже чаще, когда вот безысходность и долги, у них мысли и попытки самоубийства, когда безысходность, это очень такие, и депрессии, конечно, и разные, разные психические такие нарушения, но мысли о самоубийстве, почти все, которые приходят за помощью, говорят, что последние, когда уже много долгов, которые не знают, как это решить, их преследует мысли о самоубийстве, и были даже попытки. Но игроман может представлять опасность для окружающих людей, не только для самого себя, и были ли такие случаи у вас? Наверное, только в том, что они могут украсть какие-то вещи дома и выносить и отнести в ломбард. Обычно, я не думаю, что они физически как-то могут угрожать, но если игроман в тяге, и если он хочет вынести телевизор из дома, и кто-то ему будет переступать дорогу, он, конечно, может стать физически агрессивным. Да, но я ведь говорила о том, что мышление игромана, оно направлено, возможно, на тематику только об этом, только бы найти возможность. То есть меняется мышление опять, если мы посмотрим в мозг, скажем, что это зависит. Мышление меняется очень рано, уже в начальной стадии, что если человек раньше не мог подумать, что он это сделает, например, деньги в долг или кредит возьмет, это мышление очень быстро меняется, ну и что, мне один там кредит больше, один меньше, я же отдам. И это отрицание реальности очень быстро наступает. Поэтому так трудно в начальной стадии прийти за помощью, что это мышление все время оправдывает эти последствия и то, что происходит. Ну вот участники, опять же, анонимных алкоголиков, с которыми я говорила в этой студии, они говорят о том, что для того, чтобы начать лечиться, необходимо, вернее, для того, чтобы понять, наверное, осознать, что ты зависимый, признать это и захотеть лечиться, необходимо достигнуть дна определенного, и чтобы от этого дна можно было оттолкнуться. Ну вот такой метафоричный образ несколько, когда человек тонет, он отталкивается, и он может вынырнуть. Вот что касается игроманов. Так же, конечно, но я хочу сказать, что дно для каждого разной глубины, что у одного дно, то у другого еще не будет. И в принципе, ну как человек переживает эти последствия, как у него совесть, насколько, как он жил до того, насколько он эмпатичен, насколько он представляет, для одного дно будет, если он украдет у ребенка, из этого, где он собирает деньги, копилки, деньги, это будет дно. Это он говорит, все, это я сделал, значит, ну дальше некуда. А у другого это будет уже, что он заложил квартиру, и ему надо семье сказать, что негде будет жить, и это будет дно. То есть у каждого человека все-таки это дно. Свой предел. Да, свой. Ну способен ли игроман самостоятельно осознать свою зависимость? Ведь, как правило, вы говорили об отрицании тоже в первой части. Конечно, это первый шаг, что прийти к лечению, что он должен назвать себя игроком, патологическим игроком, и признать, что он сам не справляется, и что ему нужна помощь. И в процессе вот этого признания и лечения он должен понять, что контролировано играть он никогда не сможет. То есть вернуться к такому умеренным играм периодически невозможно. Не сможет никогда, невозможно, если уже зависимость. Это самое трудное. Но опять же, осознание того, что ты зависим, не всегда способствует желанию лечиться. То есть человек может понимать это, но в то же время не идти к специалисту. Он обычно в контрольной фазе, он пытается это контролировать, и пытается терпеть, не играть какое-то время, говорить, я справляюсь, я же так долго не играю. но когда происходит лечение игром, они речь не настолько о том, играешь ты или не играешь, но как ты живешь, какое твое качество жизни, как ты решаешь проблемы, что ты делаешь со своими эмоциями, отношениями и так далее. Не только. То есть просто не играть, это человек сам может. Но выздоравливать значит работать с теми качествами, которые привели к этой зависимости. Осознать, что же меня привело к этому, как я могу. Но, конечно, в первые годы, когда люди получают помощь, там очень важно какой-то промежуток, когда человек не играет, когда мысли меняются, когда эмоции меняются, и он приходит в себя обратно. Ну вот как раз о помощи. У нас вопрос, который пришел в WhatsApp. Какой, на Ваш взгляд, самый эффективный способ лечения людей, именно с игровой зависимостью? Я думаю, что это программа Миннесота, 12 шагов. Реабилитационный центр? Да. Которая в трех местах в Латвии. Это Елгава, улица Твайка и Акро на 12. Которые такие больницы и центры, которые давно занимаются с программой, которая в мире признана как эффективная. И, конечно, после лечения, который около 30 дней, человек должен продолжать выздоравливать, или выбирая анонимных игроков, или идти в терапию, но думать, что человек там 15 лет играл, или 10, или 7, и что за месяц он здоров, ну это так очень по-детской. Поэтому, что выздоровление должно быть такое, ну, как сказать, всеоблемое, да, последовательное, и оно должно быть не только вот этот начальный этап. Можно ли использовать слово «выздоровел» по отношению к игроману? В том смысле… Или же вот «воздоравливающий» эта стадия, она в принципе пожизненная такая. Пожизненная, это болезнь так, что он не сможет играть или быть там очень натое с алкоголем или с чем-то. И в том смысле, да, когда ремиссия, это улучшение, но он все время получается, что он… То, что здоровый человек сможет, например, выпить алкоголь или поиграть один раз, то есть человек, который заболел этой зависимостью, в том смысле он здоров не будет. Если мы думаем о том, как контролировано играть, в таком смысле он не будет здоров. рано или поздно это опять очень такие, ну, большие последствия и желание играть. Ну, о способах лечения вы сказали реабилитационный центр Миннесота, но если мы говорим о том, что предлагают в том числе наркологические клиники, да, это гарантия, опять же, периодически так пишут, что гарантия качества, что вызывает тоже сомнения у многих людей, но если мы говорим о кодировании как раз, насколько это эффективный способ? В мире такое не признается. Это от советских времен гипноз, все прочее. Внушение, да, но я не читала такие исследования, где этот метод признан и что в мире его знают, и насколько с коллегами мы говорили за границей, вообще они не понимают, что это такое. да, человек, который зависим, он легко внушает, если он сам хочет и верит, ему поможет. Но вопрос опять-таки, что происходит потом? Потому что, например, кодирование, оно же на определенный срок. И, в принципе, я думаю, что человек, кодируясь на год, собирается в 366-й день заиграть. Да, то есть это такое, вот мы как раз сравнивали с одним из наших гостей, это с дембелем в армии, что просто ждет, когда же вот этот сигнал прозвучит. Но если он начал с этого, если он верит этому, если у него хороший контакт с этим доктором, и этот год он использовал, чтобы просто не играть и привести в порядок свои мысли, свои эмоции, свои отношения, и если он что-то делает с этим, почему нет? Но я думаю, что все-таки, если мы исходим от того, что эта болезнь, она требует такого лечения и основательного лечения. У нас есть еще звонок, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Да, здравствуйте. Меня зовут Игорь, я знаю, что такое игры, что такое игровая зависимость, да, играл, но достаточно быстро с этим и закончился, потому что понял, что попадаю на денежную зависимость для игры, и тогда я понял, что с этим надо делом прекращать, и я перестал играть, да, и больше не играю, но вопрос, не вопрос, а мое, как бы, пожелание, да и вопрос к вашему специалисту, относительно наименования этих залов, ни в одном языке мира, по-моему, нету таких вот заведений, которые называются выигрывательницы, там, счастливницы, если перевести слово лайметалла на русский язык, то есть везде эти заведения называются или просто игровые залы, или казино, да, но это не связано с тем, что человек может получить там счастье, понимаете, а в латышском языке почему-то это самое, пошло вот такое название, неужели нельзя поднять вопрос о том, чтобы, по крайней мере, запретить вот это вот понятие, понимаете, я считаю, что это очень важный момент, лично мое мнение, конечно, спасибо вам. Ну, я полностью согласна, потому что я думаю, что это можно рассмотреть как ложную рекламу, и, наверное, там, там не, государство должно как-то смотреть, и что, и, ну, делалось ведь то, что сейчас окна закрыли, темные, не видно, что там внутри раньше было все открыто, да, но я хочу сказать, что эти названия и на самом деле опять так, и вот человек, который звонил, он критически смотрит на это, хотя он даже сам иногда играл и как сам понял, он может проанализировать, но человек, который, ну, так, недостаточно взрослый, человек, который может быть взрослый в своем теле, но в своем мышлении как ребенок, он видит это название и он верит, что это лаймэтал, и в том проблема, и опять так, это к личности, да, как мы даем информацию, что это, ну, так же, как на каком-то заведении, где можно кушать, да, что там есть, там, там, ну, ну, различные привлекательные заголовки, да, и это всегда будет, да, и закроет одно название и, наверное, найдется другое, потому что это тоже бизнес, да, хотя у меня есть опыт, я была давно обратно в Америке в каком-то празднике, и там был такой, как, такой большой зал, и я сначала не поняла, и там в самом середине это большого зала игровой автомат, и настолько странно, потому что он был в таком месте, ну, в самом центре, я думала, что это так важно, наверное, но он был в центре, потому что там можно увидеть, кто подходит и как долго играет, и вы знаете, никто не подошел. То есть вот эта вот публичность в данном случае отпугивала? Да, да, что в принципе это, и там было очень много другого, что делать, что это не было настолько в центре, как физически, и там было много других каких-то хороших вещей, которые происходили, да, и я задумалась потом, как у нас это. Ну вот, если в казино есть возможность запретить человеку заходить, да, если он пишет заявление, то его, да, его не пускают, столько это работает. Не работает. Я надеюсь, что сейчас с новыми этими законами, что это изложено, зацепляю, решила, что это будет работать, но мой опыт такой, что, во-первых, это не работало, людей пускали, потому что кто-то не думал об этом так серьезно, может быть, как надо было бы, и другое, что на самом деле были люди, которые из-за того, что им так хотелось играть, езжали в Литву и в Эстонию. То есть находили возможности. Ну да, и там уже, да. Но это хороший, такой, хороший акт такого вот желания, что я сам решил, и во многих странах мира это работает, и очень это хорошо, потому что надо, вот это первое время, чтобы человек почувствовал разницу, насколько свободна совесть, и когда он просыпается, и не надо ничего выдумывать, не надо ничего врать, не надо ничего там в схеме какие-то делать. Если человек эту свободу, и вот это, то, что он приобрел, с тем, что он не играет, если он это почувствует, это очень хорошо работает потом. Я благодарю вас, что вы нашли время и пришли к нам в программу. Психолог, который работает с зависимостями, Али Твагеля была гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо.